Уважаемые коллеги, я заведующий отдела цитологии, гистологии и иммуногистохимии Павлодарский КДЛ, Олимп. И поскольку мы работаем с врачами разных специальностей, то нам необходимо взаимопонимание. То есть часто бывает так, что пробу берет один специалист, а выполняется не исследование другой. И сегодня мы поговорим о гинекологических мазках, о различных их видах. Начну я, наверное, с примера. Я приготовил два стекла. Одно стекло, вот второе. Одно из них, так сказать, взято правильно, второе нет. Смотрим первое стекло. Вы видите, что на этом стекле клеточки расположены в один слой, имеют правильную форму, все красиво и нормально. Давайте на большом увеличении посмотрим. Прекрасно видна стоплазма, ядра. И производить оценку, статологическую оценку таких клеток приятно и она всегда правильная. Но возьмем другой пример. Вот этот отдел стекла, вы видите, клетки расположены рядом с другом, а вот здесь вот очень интересный такой вот участок, что мы видим. Мы видим, что между клетками находятся трещины. Это феномен, артефакт высушивания на воздухе. Здесь клетки навалены такой большой кучей, таким большим количеством слоев, что они просто не просвечиваются. Поэтому то, как гинеколог берет мазок, в принципе решает, будет выполнено исследование правильно или неправильно. Давайте обсудим, для чего берутся гинекологические мазочки. И в зависимости от цели исследования, техника забора материала, она может отличаться. Ну, первое, это онкоцитология. Онкоцитология оценивает состояние эпителиальных клеток шейки матки. В наружной части, то есть ту, которую мы видим при гинекологическом обследовании, шейки матки, экзоцерликсе, находятся клетки плоского эпители. В канале железистой эпители. Наша задача собрать именно эти клеточки. Но канал шейки матки заполнен слизистой пробкой. Это раз. Там могут быть поступающие как из самой шейки, так и сверху, из матки, из придатков гной, кровь, микроорганизмы. Ну и сама слизь слизистой пробки. Все это мешает смотреть. Но существует методика жидкостной цитологии, которая как бы сепарирует клетки, отделяет клетки эпители от клеток других. Гноя, от бактерий, от эритроцитов, от слизи. И мазочек, даже если изначально материал был не очень качественный, мазочек, тем не менее, получается хороший. Но даже если вы делаете мазок на стекло, для онкоцитологии в первую очередь задумайтесь о том, что вы должны получить как можно больше эпители. Фактически, для онкоцитологии нужен не столько мазок, сколько соскоб. То есть вы отскабливаете с помощью специальных шпателей материал. Материал, то есть если мы помещаем такую щетку в шею бумаги, то мы должны ее острый конец, вот вы видите, здесь есть такой вот острый конец, поместить как можно глубже в канал, чтобы получить железистые эпители. И повернуть хотя бы три раза. Должно быть некоторое прижатие. Понятно, не нужно переусердствовать, не нужно добиваться крови, но тем не менее, мы должны соскоблить материал. И этот материал подвергнется оценке. Если же мы делаем исследование для воспалительной цитологии, то то, что мешало гонкоцитологии, то есть слизь, гновы, микробы, так далее, то это является предметом исследования. Вот здесь уже соскоб не нужен. Мы пользуемся вот таким вот зондом, в принципе, даже ватными тампунчиками можно пользоваться. И помещаем его в канал шейки матки, для того, чтобы он впитал в себя слизь, гновы и так далее. Помещают оптимально, это 30 секунд, происходит оптимальное впитывание. Но если вы поместите его на время меньше 10 секунд, то там практически, в общем-то, у вас материала будет недостаточно. Вот таким вот образом. Второе. Каким образом нужно производить мазок? И это мы сейчас с вами обсудим. Дело в том, что... Чем отличается первая мазочка от второго? Вот на втором мазочке, вы, наверное, видите, что очень-очень многослойный материал. Мазок – это влажный след на поверхности стекла, а не горка и не капля. За этим нужно следить. То есть, в принципе, если вы делаете мазочек, то его не нужно вот так вот размазывать. Вы должны просто прикоснуться. Степень придавливания зависит от того, сколько у вас жидкого материала находится на щетке. Прикоснулись, повернули, повернули. Здесь то же самое. Прикоснулись, степень прижатия регулируем. То есть, если вы прикоснулись и выступило много жидкости, то надавливание нужно уменьшить. И вот так вот, поворачивая щеточку, мы оставляем влажный след. Мы это сейчас еще раз рассмотрим. Второе. Вот когда вы оставили след на стекле... Кстати, я без перчаток, потому что я не работаю сейчас с нефиксированным, не обеззараженным биологическим материалом. Во время своей работы вы будете пользоваться обязательно перчатками, защитными перчатками. Что еще? Я вам показывал трещинки на материале. Это называется артефакт высушивания на воздухе. При методике Папа Николаеву, а вообще лучше при всех лабораторных методиках, связанных с мазками, лучше всего фиксировать мазок, пока он влажный. Это резко повышает его качество. Значительно повышает его качество. Фиксацию производят, либо погружают его в 96-градусный спирт на 20-30 минут, либо пользуются вот специальными спреями. Вот специальный спрей, стекло 20-30 сантиметров, и вот так вот делаем. Стекло должно стать влажным. Оно через несколько минут высохнет, и в принципе, уже ничто его не повредит. Давайте посмотрим технику нанесения мазка. Вот на этом шпателе у нас материал, предположим, из шейки матки. Мы прикасаемся к стеклу, и поворачиваем его. То есть не размазываем, а поворачиваем, как валиком красят стену. Давайте я попытаюсь показать, что там получилось. Мы видим тонкий слой мазка. После этого, не дав этому мазку высохнуть, мы пользуемся спреем. Вот мазок влажный у нас. Теперь он должен высохнуть, и дальше вы проделаете все остальные манипуляции. Так, сделаем другой мазок, другой щеткой. Вот этой вот щеточкой. Этой щеткой... Так, попали резко. Так, этой щеткой тоже не нужно мазать. Тоже прижимаем, и поворачиваем. Степень надавливания зависит от количества материала. То есть и при первом варианте исследования, и при втором. Вы придавливаете слегка щетку, и смотрите. Если материала много, то давление уменьшаете, чтобы остался очень тонкий влажный след. Не капли, не горочка. И вот так вот поворачиваете, и так далее. Иногда, когда нужно очень тщательно провести онкоцитологическое исследование, используются две щетки. То есть сначала, в общем-то, мазок из шейки матки берут вот такой стандартной щеткой. Но мы знаем, что проникновение в канал здесь минимальное. Наносится мазочек на стекло, а затем берут ерш. У меня сейчас ершика нет, но тем не менее. Берут ершик, вводят его в канал шейки матки, прокручивают несколько раз. И потом сверху на это же стекло с ершика наносится поворотами мазок. И фиксируем спреем в конце. Вот он спрей. Фиксацию производим. Вот основная техника для получения онкоцитологии. Но, если мы хотим провести исследование для воспалительной цитологии, то там используется только вот такая вот щеточка, либо даже ватный тампон. Исследование проводят на двух стеклах. Одно стекло используется для окрашивания по грамм, второе по романовскому. Здесь, у меня материал искусственный, не биологический. Поэтому я работаю без перчаток. Вы будете работать в перчатках. Так вот, представим себе, что мы взяли материал из шейки матки. И нам нужно нанести его на два стекла. Вот мы используем одну половину щеточки для нанесения на одно стекло, вторую половину на другое. То есть, смотрите, я так вот помещаю и поворачиваю слегка. И дальше. Вот у меня здесь выступила избыточная жидкость. Поэтому я дальше буду прижимать меньше. Чтобы хотя бы какие-то мазочки получились хорошие, правильные. Теперь поворачиваем на 180 градусов. И проделываем то же самое со вторым стеклом. И получаем вот такие вот мазочки. Не нужно размазывать. Вы повреждаете клетки и нарушаете структуру материала. Опять же, для окрашивания по романовскому и по грамму не обязательно проводить влажную фиксацию. Но лучше ее провести. Мазок получается более качественный. То есть, мы спрей наносим. Либо помещаем в 96% спирт на 20 минут. И получаем хороший мазок. Наконец. Оптимально, когда мы обследуем женщину на инфекцию, на воспаление, то нужно брать материал сразу и из шейки по грамму по романовскому. И из вагины по грамму по романовскому. И из уретры. Потому что из такой картины лабораторной складываются некоторые клинико-лабораторные синдромы. То есть, даже если мы не находим какой-то возбудитель, то по другим признакам, по соотношению признаков, мы можем предполагать инфекцию и упорно ее искать. ПЦР, посевом, либо повторными мазочками. Что мы для этого делаем? Мы берем два лабораторных стекла и разделяем их на три сектора. С помощью специального лабораторного маркера. И подписываем эти сектора. Цервикс, вагена, уретра. Вообще нужно запомнить. Цервикс, вагена, уретра. Второе стекло точно так же. Цервикс, вагена, уретра. И получили, положим, мазочек из шейки матки. Материал из шейки матки. В данном случае мы не выскапливаем, а именно впитываем. И наносим на первое стекло. Вот, несколько полосочек влажных делаем. На второе стекло, несколько полосочек влажных. Затем берем вагенальный мазочек. Обычно это задний слот влагалище используется на 10-30 секунд. Помещаем туда зонт. И затем, опять же, наносим мазочки. Одна половина здесь. Степень нажатия зависит от количества материала. То есть должен остаться влажный след, а не горка. При первом нажатии мы видим степень влажности. И корректируем себя потом уже. Дальше. Поворачиваем на 180 градусов. И наносим на второе стекло. Не давая высохнуть, проводим влажную фиксацию. С помощью спрея. А дальше проводится разметка, о чем мы поговорим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова